добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о божьих благословениях еще одно место описания это притчи 24 25 кто говорит виновному ты прав того будут проклинать народы того будут ненавидеть племена обличающие будут любимы и на них придет благословение очень трудная тема для меня потому что большая часть врагов своей жизни она жил именно тем что приходил и говорил им то что я думаю как мне кажется что они делают неправильно при этом большая часть из них вряд ли сможет сказать что это дело публично особенно если это речь шла каком-то пасторе то мое обличение но всегда было где-нибудь наедине потому что пасторе очень немощные гордые люди их нельзя обличать потому что небольшая позиция ответственность тогда и организирую но в иронии есть доля истины обличение это что-то что будет разрушать отношения особенно когда ты будешь обличать имеющих власть они обязательно развернут оглобли и будут лупить тебя ей но если ты желаешь получать благословение от бога если ты желаешь чтобы люди впоследствии тебя благословляли ты должен быть тем человеком который всегда говорит правду особенно когда это касается церкви я недавно разговаривал с одним человеком и он последовательный противник организованной религии то есть он против церкви в церкви и общины и так далее не знаете мы сидели разговаривали и он сказал такую потрясающую фразу смотри говорит православие бухают берут взятки продают должности католики педофилы множество протестанты воруют клевещут много ненависти везде ведь вы сами не устали от такой церкви знаете я никогда не смотрел на церковь именно по таким углом огромное число людей грешат в церкви в том числе в моем окружении в том числе в мой адрес но мне по какой-то благословенной причине по благодати божьей всегда перед глазами были хорошие люди были жертвенные были такие знаете самоотверженные посвященные люди которые ради христа и евангелия совершали потрясающие вещи и я никогда не акцентировал внимание даже на своих врагах которые уверены в себе что они имеют право измазать допустим мое лицо грязь и я понял что вопрос обличение это не вопрос очернение это вопрос отмывания как раз знаете вот примерно так вот один человек да очень влиятельный дядька он подходит ко мне берет у него в руках вот куча такого вот нехорошего вещества он говорит ты такой ты секунь и вот всю лицу морду тебе измазал это игрит я обличил тебя ну и ты стоишь обличенные все люди которые идут мимо и смотрят кто с ним это сделал это вот сделал а да да правильно пусть стоит но потом подходит один человек и говорит послушай смотри какое тебе лицо грязно вот здесь и вот здесь и вот здесь подожди достал платочек давай эти тут вытру и ты смотришь вроде бы он говорит те же вещи вроде бы он называет вещи своими именами но в то же время его действия пасы руками совершенно другие мне кажется это есть настоящее обличение и таким людям я благодарен потому что когда они приходят ты грязный когда они уходят ты чище потому что они не просто тычут тебе пальцем в глаз не просто отрезают тебе что-то не просто пина тебя пошел вон скотина такая немытая из наших честных чистых рядов а он моет тебя чистит одевает убирает недостатки по крайней мере в силу своей компетенции и возможности и вот эти люди они заслуживают божьего благословения и получают если вы желаете быть человеком в чью жизнь приходит благословение обличайте никогда не проходите мимо но перед тем как что-то сказать или на что-то указать подумайте а не усугубите ли вы вас не сделаете ли его более злым человек более отверженным более покинутым может быть стоит попытаться помочь может быть стоит попытаться смыть эту грязь и так обличение приносит божье благословение